Доброго здоровьица! Нет ничего проще, чем отвечать на ваши вопросы. То есть не надо там тему в голове так составлять. Хотя я сегодня, знаете, что хотел рассказать? Я хотел рассказать о том, как поступать, когда вам не вернули долг. Опять-таки, собственный случай, собственный пример. Было это, конечно, давно. Я приехал с Петербурга, мне дали гонорар. У меня так, как раз были такие денюжки хорошие. 10 тысяч долларов, то есть я получил за несколько месяцев. Все там, праздник, маздник этот у нас идет. И ко мне, значит, обращается мой лучший друг. Мы как-то немножечко разошлись. Он пошел по одной эстезе там, я пошел, значит, по другой. Но, тем не менее, чувства-то такие теплые сохранились. И говорит, вот так вот и вот так вот на меня наехали бандиты за то, что я тут на их территории работаю. И вот, чтобы как-то откупиться, значит, вот эту ситуацию решить, займи мне 10 тысяч долларов. Я тебе, значит, отдам все это. В случае чего заложу там квартиру, ну, отдам. Так как мы с ним были знакомы с юности, где-то лет мне было 15 с половиной, а ему где-то лет 17 было, он постарше. Вместе занимались тяжелоатлетикой, качались там, дружили, все такое. Я, значит, ему занимаю. Прошел положенный срок, там недельки-две. Что-то не звонка, ничего не обращается ко мне, ничего там не говорит. Думает ли он отдать или нет. Ну, я уже сам к нему наведался. Раз, другой, третий. Ну, вот, мол, вот как будет, так я тебе и отдам. И вот встал вопрос, что же делать? Что же делать? Как-то, знаете, ну, первое, что в голову лезет, вот как-то там, как тебе обманутого, как-то там, допустим, там отомстить. Или же, или же просто воспринять это как урок и ничего не делать. То есть, если ты начинаешь, ну, будем говорить, там, мстить, обращаться к бандитам, что вот он у меня занял деньги, и вот, допустим, я вам какую-то там одну-вторую часть отдам, вы там на него там наесть, сделайте наезд. И, значит, то есть ситуация дальше пойдет. Она пойдет шлейфом. И неизвестно, какие последствия там уже будут. Одно дело, знаете, вот я вот так твердо решил. Ну, был друг, нет друга, все, я с ним никаких отношений. Пропали деньги, ладно, пропали деньги. Ну, будем говорить, как бы пропажа денег обещает, или, будем говорить, гарантирует то, что на этом все дело и станет, успокоится никаких, дальше не пойдет последствий. Потому что последствия могут быть разные там. Если обращаешься к бандитам, бандиты-то на него наезжают, что-то там такое делается, и ты как-то чувствуешь себя опять-таки виноватым, вот, виноватым за то, что твои деньги не возвращают. Вот я решил вот так вот поступить. Не знаю, как вы поступили, но я решил так. Так, все этого друга не стало с моей жизни, и больше я никому никаких денег не занимаю. А тем более мне сейчас и занимать-то нечем. Не доживу быть бы живу. Вот этим я хотел с вами поделиться. А вы можете мне рассказать, ага, как у вас там, будем говорить, с заемом было, что у вас вот в голове делалось, какие мысли были. потому что это уже говорит о том, что, как бы сказать, сохранение душевного здоровья. Да, конечно, потеря денег – это крайне неприятная вещь, но это всего лишь навсего деньги. А если бы пошла раскрутка ситуации, то здесь, возможно, было бы потеря и здоровья. Ну, я так думаю. А вы уж там можете подсказать мне, как вы поступали, что вы там делали, если вас эта тема интересует. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok